Пусть Бог открывает ваши сердца, ваши аккаунты, ваши бумажники, потому что это имеет Божье благословение, Божье воздаяние. Мы сегодня вечером продолжаем читать, изучать книгу апостола Якова. И вы еще помните, где мы остановились в прошлый раз? Какую главу мы читаем сейчас? Четвертую. Мы сегодня будем заканчивать четвертую главу. Значит, вы, наверное, следите, читаете. И учитывая, что у нас будут праздники, некоторые другие служения, у нас будет небольшой перерыв, но мы обязательно закончим это послание Якова. У нас еще одна глава осталась, пятая глава. Но сегодня мы заканчиваем четвертую главу, и будем читать четвертую главу, это будет 13-17 стих. А теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющий на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности счастлавитесь. Всякое такое счастлавие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает тому грех? Может, вы помните, может быть, нет. Я не так очень давно, наверное, месяца три, может, чуть больше, я проповедовал на это место Писания, и даже было две проповеди. Я проповедовал, эти проповеди назывались, как «Четыре шага для принятия правильного решения». Как правильно принимать решения по апостолу Иакову. И я сегодня не буду повторять то, что я говорил раньше, но давайте мы просто посмотрим. Здесь столько много разных божественных истин, которые могут для нас иметь большое практическое благословение или помощь. И если так только, может быть, бегло и взглянуть на этот отрывок Писания, то, наверное, мы сразу должны сказать, что есть два условия для того, чтобы что-то в нашей жизни произошло хорошее. Два самых простых условия, без которых ничего не может быть хорошего в нашей жизни. Первое условие – если мы будем живы. Правильно, согласны с этим? Если мы не будем живы, то для нас все остальное уже не имеет значения. Для кого-то может что-то произойти, для нас уже ничего не произойдет. Может, произойдет уже там, на небе. И второе условие, которое апостолы Иаков здесь обращают внимание, есть это будет Богу угодно. Потому что, если это угодно кому-то, и даже мне, это не всегда будет хорошо. Но если будем живы, и будет Богу угодно, это всегда будет хорошо. Можно сказать, ами? Поэтому давайте мы сегодня посмотрим чуть дальше, что апостол Иаков может нас сегодня научить. И это Писание, которое записано здесь. Потому что вот это вот два условия очень важна. Если Богу не угодно, то мы можем делать многие вещи. Даже по-человечески они кажутся, может быть, правильные, но мы не видим никогда никакого успеха. Вы помните, 26-й псалом, 126-й псалом, там написано слово «Напрасно строят, строящие, если не сожидит Господь». Напрасно охраняют, там, охраняющие, если Бог не охранит. Поэтому вот это вот, если что-то есть, намерение хорошее, но если в этом нет Божьего участия, Божьего благоволения, Божьей воли, то наши усилия будут бесполезны. И я как бы для себя эту проповедь назвал вот как этот ключ к Божьему благоволению. Как найти Божье благоволение для того, чтобы его сердце было открыто благословить нас? Я знаю, что мы часто ищем Божьего благословения, это нормально, правильно. Но, наверное, еще более правильно искать Божье благоволение к себе. Это его расположение, его желание благословить нас. Потому что мы можем просить что-то у Бога, но его сердце не расположено благословлять нас. Но тогда, когда сердце родителей расположено, тогда не нужно много просить и детям, правда же? Они только, может быть, намеки понимают, или видят нужду своих детей, они готовы отвечать. Поэтому сегодня я хочу, чтобы мы обратили внимание, как найти вот это Божье благоволение каждому из нас. Потому что это так важно. Итак, эти два условия. Во-первых, если будем живы, и если Господу будет угодно. Я как-то на одной исследовательской встрече рассказывал такую жизнью историю. Не знаю, она правдивая или, может быть, такая небиблейская притча, но мне рассказывали как правдивую историю, как в одной семье, где жена была верующая, а муж был неверующий. И она ему эту истину объясняла, что это важно, чтобы Богу было угодно. Потому что мы должны всегда не просто что-то планировать, но говорить такие слова. Если будем живы, Господу будет угодно. Он был неверующий, и он с ней начал спорить. Он говорит, что при чем здесь Бог? Если я это хочу сделать, я это сделаю. Или если я могу это сделать, то я так и так это сделаю. И она ему сказала, что ты даже вот сейчас кушаешь эти вареники, ты можешь их не доесть, если Богу не будет угодно. Он просто начал смеяться над ней. Ну тут постучали неожиданно в дверь, и ворвалась милиция. И они его сразу надели ему наручники и увезли его в полицейский участок. Но потом они разобрали, что они ошиблись, и отпустили его. И он вернулся через короткое время и стучит в двери своего дома. Она подходит, кто там? А он говорит, если Богу угодно, то это Ваня говорит. Он понял этот урок, он усвоил, что все так ненадежно в этом мире. Это кажется, эти вареники на столе, но ты не уверен, что ты можешь их доесть, если ты не будешь жив, или Богу не будет угодно это. Это в больших и малых вещах. Поэтому такой может быть, может, чем-то смешной пример, но в этом тоже есть какая-то определенная истина. Итак, Яков, когда он говорит такие слова, он начинает, а теперь послушайте вы. Он обращается к какой-то конкретной аудитории, конкретным людям. И он обращает внимание людей, тех, которые любят больше говорить, чем слушать. Есть такие люди, которые им больше нравится говорить, чем слушать. Они рассказывают, они могут хвалиться, они могут рассказывать вещи, которые есть на самом деле, их даже нет. И вот апостол Яков говорит, а теперь вы послушайте те, которые любят говорить. Вот послушайте, что я хочу вам сказать сейчас. И он говорит это, потому что, на-первых, у меня такое сложилось впечатление, что ему не нравилось то, что они говорят. Вы согласны с этим? И второе, ему не нравилось, как они говорят. Потому что это похоже, но это разные вещи. Ему не нравится, что они говорят, какие они слова говорят, и в каком сердце или в каком настроении они говорят это. Потому что эти слова, которые они говорили, которые мы читали, мы поедем то, мы сделаем это, мы будем иметь прибыль, у нас там все получится. Они говорят о состоянии этого счастливия, состоянии гордости, то, что, в принципе, уже заведомо ставят их в оппозицию к Богу. И даже в чем-то они были уже обречены на небожье благоволение, или на неблаговоление Бога. Наверное, так лучше правильно сказать. И Иаков, видя это, и, наверное, какая-то информация дошла до него, и, может быть, это был не один человек, и он, когда услышал, он почтал важным обратить внимание верующих людей, которые были в это время рассеяния в разных ситуациях, но он обращает внимание, что они делают ошибку, они делают неправильные слова, они неправильно говорят, и как результат, конечно, делают, пожинают плоды этих неправильных высказываний и таких неправильных слов. Потому что люди способны так говорить. Это как-то в какой-то степени заложено в человеческую природу, но это не приносит благословения. Я хотел бы обратить внимание сегодня, может быть, в наших рассуждениях на две таких основных ошибки, которые делают люди, принимая какие-то решения. Потому что на это обращает Писание, и, я думаю, это не случайно обращается Писание, потому что люди, которые жили 2000 лет назад, они не сильно поменялись, я бы сказал, вообще не поменялись. Другие проблемы, другая цивилизация, другие возможности, но проблемы у человека те же самые. И апостол Яков, то, что говорил тогда, оно очень актуально сегодня. Потому что даже тогда, когда мы принимаем правильные решения, мы можем совершать ошибки. Даже мы уверены, что это правильно, но если мы не учитывая все факторы, мы можем сделать ошибку и получить неблагословение, и небожье участие в этом. Потому что это важно в любых решениях, потому что мы в течение дня, мы принимаем, я не знаю, наверное, мы просто не замечаем, но мы принимаем тысячи раз разных решений. Тысячи. Куда пойти, что сделать, что не сделать, что поднять, что уронить, налево повернуть, направо повернуть, прийти в церковь, не прийти. Мы принимаем тысячи раз разных решений. Они, может, не все одинаковые по важности, но многие эти решения, они влияют на нашу дальнейшую жизнь. потому что от этого бы зависит что будет сегодня вечером и завтра и так дальше поэтому очень важно иметь как бы принимать правильно те решения и бог дал такое право на принимать решение потому что когда бог создал человека то то он дал это и вложил эту возможность каждого из нас принимать это решение исходя с наших каких-то пониманий с наших желаний но мы систем у нас есть ответственность за то что вы принимаем и или или последствия этого они бывают разные и что очень важно что мы что мы испытываем наши жизненные опыте с то что тот бог который суверенный кто-то который обладает полнотой и совершенной властью над всем из и вся он не не лишает возможность тебя и меня принимать решение он имеет полную власть и его слова достаточно чтобы все поменялось но бог так устроил человека и так построил свои взаимоотношения с человеком что все-таки каждый человек он принимает решение и несет ответственности решения и в каждом нас это есть право и и и бог так создал человека и чем отличается всего другого творения божьего что у него есть вот эта свободная воля который бог дал право человека выбирать и когда мы знаем волю божью как тогда проще кажется руководить цели и правда же и хотя бог не навязывал свою вольную он открывает свою волю и особенно открывает тем которые ищут его ищут его воли которые которые не просто молятся в заучены словами мои ты очень наши да будет воля твоя но который вкладывает смысл в эти слова которые настоящему готовы знать волю больше для того чтобы исполнить вы знаете что я для себя подчеркну такую мысль что и даже я бы сказал что опасно знать волю божью без намерения исполнять и вот особенно верующие люди они больше находится в этой в этой зоне риска потому что мы во многом знаю волю божью и там где бог открывает свою волю и или мы спрашиваем его волю но есть ли у нас нету намерения ее исполнять то мы попадаем очень плохую ситуацию иисус говорил такие слова это луки записано 12 глава 47 и 48 стих раб же тот который знал волю господина своего и не был готов и не делал по воле его почта дальше написано бит будет много а который не знал и сделал достойное наказание бит будет меньше проблема вот этого как бы здесь как два человека или или 2 2 2 категории две группы людей первое это человек который знал боли бога и не делал и какой бы этот будет бит много и почему он не делал почему не делал волю божью не спала волю божью ответ потому что он не был готов потому что описано который знал волю господину своего и не был готов и не делал потому что у него когда он слышал волю своего господина у него не было намерения даже исполнять и он не был готов он не собирался исполнять ее и вот чисто что он не был настроен на выполнение воли божьей он ее не сделал и как результат этого он был бит и был не просто бит но но был много это было не один раз но один раз я запомнил такой очень яркий то что он яркий но запомнил почему-то этот пример как-то ко мне подошла одна женщина это даже было по моему девушка и она просила меня чтобы помолиться что бог открыл волю попробовала по ее ситуация что бог думает и что бог какая божья воля по ее ситуации и я при чем молиться или или даже я не знали собирался мать не спросил я говорю готовы ли ты подчиниться воле божией если бог тебе скажет сделать поступить в этой ситуации так или иначе она подумала недолго она говорит я не знаю я посмотрю она очень рискин сказал это правда но я сказал зачем тогда ты спрашиваешь волю божью если ты если ты не готова и не собирайся исполнять ее другими словами этот человек он заранее себя ставит такую ситуацию который будет ему еще хуже потому что если господь от и на примет волю божью он скажет и на примет это как волю божью и она ей будет неудобно или невыгодно и выполнять эту волю что будет с ней она будет битая поэтому я не стал молиться не потому что не стал искушать бога и ее не ставить какой-то еще это проспросил зачем тогда тебе нужно в этом молиться если ты не собирайся выполнять ее своей жизни потому что это слово исполнится и как вы думаете когда человек нарушает волю божью тогда когда он знает волю больше его нарушают и кем он будет бит как обычно происходит жизнь людей когда люди нарушают волю божью кем он будет бит обстоятельства будет бит ситуацию людьми проблемами болезнями потерями потому что потому что это слово это принцип это не потому что бог этого хочет и потому что кто-то этого человека желает но это принцип которые работают жизни каждого человека когда человек зная волю божью он сознательно и нарушает он попадает категорию когда он будет бит потому что когда мы нарушаем волю божью мы выходим из божью покровительство мы зачем выходим из божьей защиты его благоволения и мы несем полную ответственность за наши принятые решения которые были противоречи с волей божьей потому что только воля божья она какая написана она благая угодная и совершенная благая это какая это хорошая угодная мы этим мы точно тогда мы угождаем богу мы приобретаем божье благоволение когда мы идем воли божьей потому что она угодная и она совершенная все остальное и даже хорошие она будет меньше совершенства а это может быть намного ниже а может быть даже очень плохо но вот совершенная более а только божья воля и вот как важно верующим людям особенно верующим людям которые желают благословения для себя для своей семьи для своих детей и будущих внуков и настоящих вот как важно вот именно жить свою так прожить чтобы быть совершенной воли божьей потому что когда ты находится воли божьей то тебе даже не нужно молиться о защите о покровительстве о благословении содействие потому что это все заключено в этой воле божьей она все идет как бы вот этим пакетом комплектом если ты только находишься здесь это все твое она она все почивает на тебе но когда ты только выходишь ты начинаешь все ты все теряешь и ты господи благослови меня но но ты уже не в зоне и вот его благоволения и ты и ты обрекаешь себя на какие-то потери на неудачи на болезни на проблемы так дальше я не говорю что все проблемы приходят только поэтому но большинство проблем приходит именно из-за этого и если мы действительно желаем его благоволения то нам нужно быть его совершенной воли потому что когда мы не знаем воли божьей это делает нас каким-то неуверенным жизни знаю что были моменты моей жизни много раз и думаю что у вас когда нужно было принимать решение и я не знаю что мне делать я знаю что я могу поступить вот так и могу вот так поступить и по-человечески не трудно сказать это не вопрос была хорошей или плохого или греха какого-то но вот как особенно в таких вещах как как это важно иметь это божье откровение божье владество своей жизни потому что слово божье вы что когда вот народ божий когда без откровения он просто он просто гибнет он просто теряет своей жизни много но но я думаю что есть другая ситуация тогда когда мы знаем волю божьей делаем тогда не оправдания и поэтому поэтому якорь заканчивая вот эту четвертую главу 17 хвы такие слова и так кто разумеет делать добро и не делает что того грех если просто не просто хорошо или плохо но если ты знаешь волю божью если я знаю волю божью то от выполнение по выполнению не вопрос что это хорошо ли и не очень хорошо это но якорь и что если ты разумеешь делать добро то есть волю божью и не делаешь то это грех и это со всеми вытекающим отсюда последствиями и для того чтобы для того чтобы вернуться обратно волю божью не нужно просто начинать каяться мне нужно просто просить у бога прощения что я по каким-то причинам я вышел с его территории или всего всего вот это действие воли божьей и знаю что часто христиане говорить такие слова может быть вы часто слышали мне приходит если богу будет угодно то мы сделаем но я сейчас не говорю просто о каких-то дежурных словах или вот просто правильных словах потому что мы как верующие люди если даже это скажем это уже хорошо но больше этого это не просто правильные красивые слова но это именно действительно состояние нашего сердца состояние нашей зависимости смирение перед ним понимая что что мы готовы исполнять его волю потому что этот в это есть в этом есть смысл и в этом есть к бы центр нашего благословения и для того чтобы знать как информацию но для того чтобы исполнить нашей жизни вы помните к это павел когда иисус встретился с ним на дороге в дамаск то задал самых два важных вопроса он пирс вы помните к искал первый вопрос кто ты господи и 2 очень важно про что повелишь не делать потому что он понимала что от исполнения вот это от знания его воли идеи исполнения зависит его жизнь его служить его настоящую будущее его благословения его служения и не знаю это было верно просто какое-то духовное озарение что он задал очень правильные вопросы и я спать и дал очень конкретно ответа что ему нужно делать именно этот момент и позже господь сказал что ему нужно делать делать дальше потому что это определило его дальнейшую жизнь и служение и это было не было куда его любопытство но но глубокое понимание что это для него очень важный вопрос я знаю что иногда может быть такая другая проблема что что это люди вот оправдывать себя тем что они не знают волю божью или или так даже говорят что или или даже как тот ссылается на волю будет ну если бог угодно то это случится моей жизни но с другой стороны они ничего для этого не делают и да люди даже оправдывать свою лень свое безразличие свое ли свое какое-то нежелание что-то делать а не просто быть но если бог угодно то то это случится моей жизни но не в об этом говорит апостол яков что вы что бог он будет за нас ходить на работу что бог надо будет учиться в школе что он будет заботиться нашу семью но это наша ответственность и божья воля что мы это делали но нам нужно просто больше содействие божье благоволение как может быть какие-то детали исполните его волю чтобы она была так потому что если кто-то это может быть любовь знаю что некоторые верующие и даже слышал такие вещи когда они не не проповедовать его я прошла но если бы угодно то бог его спасет как бы на бога перекладываю свою свою ответственность или даже вину за то что человек это нибудь спасем и то есть а угодно то бог его спасет но но может бог положил ответствия тебя или меня сказать это слово что бог спас эту душу никогда это даже некоторые люди не женили до сих пор потому что они вот если бог будет угодно то то кто-то подойдет ко мне или как-то там и меня на себе женят или как-то поэтому это не это это с другой стороны это это неправильное понимание этого выражения или это истины что есть если будет богу угодно но это это действительно состояние зависимости подчиненности желание следовать божьей воле так он этого хочет я знаю что часто люди также задают такой вопрос почему моей жизни случилось то ли другое почему это со мной почему это проблемы пришли в мою дом мою семью бывать разные причины но большинство проблем или или причины почему это случилось потому что кто-то из нас это те люди которые принимали свое время неправильное решение они руководстве правильными мотивами и прошло какое-то время она она они пожали своей жизни я сейчас не говорю для того чтобы кого-то упрекать или сказать это ты сам виноват своих проблемах но это не касается кого-то одного это касается всех нас что иногда действительно мы мы копаемся в каких-то ваших проблемах и ищем виноватых почему это происходит и даже все виноваты близкие далекие бог в этом виноваты но это тоже одна из тех ошибок которые делают верующие люди потому что причина или 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 фокус куда мы должны посмотреть это должны первую очередь посмотреть самих себя все ли я сделал правильно своей жизни помните к это бог сказал ну вспомни откуда ты не спал может стоит посмотреть что начало своей жизни с какого момента может тебе нужно прийти в к этому к этому к этому моменту твоей жизни где ты сделал неправильный поворот и ты сделал неправильное решение это может важно даже решение и из-за этого твоя жизнь пошла на каком-то другом направлении и сегодня я хочу сказать наперед даже перейти же причем не молиться что это хорошая новость для всех нас что бог тот который исправляет наши ошибки бог который дает благодать свой для того чтобы опять сделать поставить позицию где мы можем сделать правильное решение но опять же это будет наше решение это будет наше согласие с его совершенной волей его воля чтобы мы все были спасены его воля что мы все достигли познания истины его воля чтобы мы все были благословенны чтобы все имели жизнь и мы мы жизнь с избытком потому что это его отношение это его сердце сердце отца потащили к нам если что-то мы своей жизни не получили или недополучили это не потому что он этого не хотел потому что что-то мы сделали то что мы сами сами себя лишили определенной божьей благословений и его приносодействия. Потому что, может, мы неправильно говорили, может, неправильно реагировали, неправильно действовали, неправильно принимали решения. Следующая ошибка, которая часто верующие делает в нашей жизни, это то, что апостол Ляков говорит, что не понимая, что наша жизнь очень временна. Это как этот пар, который появляется на очень короткое время. И все, что мы имеем, оно тоже временно. Потому что все то, что мы можем видеть своими глазами, это все временно. Вот то, что мы не можем видеть, тоже есть временно, но и то, что мы не видим, оно есть вечно. Но то, что мы видим своими глазами, оно точно все временно. Что бы на него ни было, тем, как бы оно ни развивалось, даже мы сами, это все временно. И все, что Бог нам даже дал или доверил, это тоже временно. Потому что Бог по Своей любви и благоволению, Он дал определенные ресурсы каждому из нас, наше распоряжение. Это наше время, наше здоровье, финансы, какие-то таланты, способности. И вот от того, как мы распоряжаемся всем этим, это говорит о том, насколько мы понимаем, насколько мы временны на этой земле. И именно в этом проявляются как раз, какие у нас наши жизненные приоритеты, или вот эти основные ценности. И что для нас самое важное. Я знаю, что если бы кого-то спросить, что для тебя самое главное, ему, наверное, начали бы правильно отвечать. Но я подумал, что, наверное, было бы полезно, чтобы каждый из нас, может быть, даже сам лично, или сел своей семьей, своими женой, своей детьми и сказал, давайте мы сядем, и мы напишем, что для нас самое главное в нашей жизни. Мы как-то это сделали на уровне наших лидеров церкви, когда-то мы садили, собирались, несколько раз мы обсуждали, и мы написали, что является основными ценностями для нашей церкви. И мы их высвечивали, я их читал, не знаю, насколько вы их помните, но я и думаю, другие служители, мы помним, что написано там. И это хорошо, потому что это определяет наше направление, что на самом деле у нас является ценным, и достигаем ли, можем сегодня сесть через какое-то время, посмотреть, насколько мы достигаем этих целей. Я думаю, что очень правильно было бы, это было бы хорошим советом для каждой семьи. Честно говоря, мы это тоже письменно не делали, нам нужно тоже это сделать когда-то, чтобы просто селись всей семьей. Если дети ваши, даже взрослые, вы можете приобщить их, если меньше, тем более, сядь сказать, давайте мы вместе подумаем. Не просто так, как книжка пишет, не так, как правильно, как проповедует с кафе, давайте мы напишем, что для нас является самым главным, что на первом месте, что на втором, что на третьем, что на четвертом. И может, если бы мы даже повесили где-то на холодильнике или в другом месте, когда мы принимали какие-то решения, когда мы что-то делали бы или не делали, мы бы посмотрели, да, но почему мы это делаем, это вообще не на нашем списке. А почему мы это не делаем, когда оно стоит на втором месте, или на первом, или на третьем? Почему мы ничего не делаем для этого? Потому что если бы я сказал бы, я знаю, чтобы каждый из нас сказал, вы сказали, что семья для вас важна, общение с детьми и так дальше. Но часто мы это декларируем, но наш опыт, он совсем не подтверждает это. Потому что сколько мы времени на самом деле проводим, сколько мы уделяем, сколько мы вкладываем их. Только вот это определяет на самом деле, сколько это для нас цены, эти приоритеты. Потому что вот эти вещи, они взаимосвязаны. Наши приоритеты, они определяются нашими основными ценностями. Или наши основные ценности определяют наши приоритеты. Но когда они есть, когда они написаны, они дают нам какой-то фокус в нашей жизни. Они отсеивают все ненужное, но нас более фокусируют на чем-то более важном. Потому что в жизни есть те самые важные вещи, которые мы должны принимать правильные решения. Я знаю, что мы сталкиваемся, но нужно принимать решения по работе, нужно зарабатывать деньги, нужно учиться, кому-то жениться, покупать какие-то большие вещи. И в этих вещах также нужно правильно иметь приоритеты, потому что мы можем в этом не получать Божие благословения. Но Иисус сказал когда-то, вы знаете, это место Писания, когда Он сказал, что ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Правда просто кажется. Но это шаг веры, это шаг послушания, это шаг доверия Богу. Но когда мы так делаем, это Слово Божие исполняется в нашей жизни. Когда мы ищем Его Царство, когда мы ищем Его как Царя, как Господина, когда мы доверяем Ему, когда мы понимаем, что все то, что есть хорошее, это все пришло от Него, и мы всем этим обязаны. Но когда мы нарушаем вот этот список приоритетов, то это одна из больших ошибок, или таких частых ошибок, которые мы делаем в больших и малых вещах. Потому что даже если мы самое важное, мы сказали бы, ну для нас самое важное – это отношение с Богом. Но то, что мы скажем, это правильно, но на самом деле не то, что мы говорим, определяет истину, как мы поступаем в то, что мы делаем. Потому что если мы не проводим достаточно времени с Ним, если мы начинаем Слово Божие, если мы не участвуем в служении Церкви, если мы не жертвуем деньги на Церковь, еще что-то, то это только слова, а не больше. Это просто пустые слова. Если бы я спросил себя и вас, вы любите эту Церковь? Я думаю, что вы бы сказали бы, я сказал бы, да. Но это тоже могли бы быть только слова, потому что только на самом деле, насколько я вкладываю свое время, свое сердце, свою душу, какие-то ресурсы, финансы, время, вот это определяет на самом деле, есть ли это любого у меня какой-то Церкви или нет. И все остальное, это может быть правильные, красивые слова, но не больше, не больше этого. И вы знаете, что Бог, Он смотрит не на наши слова. Наши слова, они могут быть этой прекрасной, какой-то неправдой для людей, но не для Бога. Потому что Бог, Он не может быть обманутый, Он не может быть поругаемым. И если мы действительно желаем Его благоволения в нашей жизни, то нам нужно не только правильно говорить, нам нужно правильно говорить, но нам нужно подтверждать наши слова правильными поступками. Потому что в наших словах, когда мы говорим Богу, что мы Его любим, когда мы поклоняемся Ему, когда мы славословим Его, это правильно, но должно быть не только это, оно должно быть подтверждаться нашими делами, нашими поступками, нашей жизнью. потому что в этом выражается наша любовь к ним этот таких может быть как бы несколько таких как бы ключей такие два основных ключа к божьему благоволению этот это искание его воли это искание его совершенной воли своей жизни это понимание то что что мы время этой земле и мы всем обязаны ему это вопрос нашего смирения это наше понимание насколько мы мы от него зависим потому что когда он на первом месте когда мы его всем сердцем все своими финансами ресурсами то мы обязательно попадем зону его особого благоволения к нам и она будет проявляться и мы сами не удивляться откуда это почему как бы даже в это как бы не нуждались и не просились но но это было к это в этом нужда и но пришло исполнение ты нужды даже мы об этом много не просили я думаю что было ваша жизнь и такие случаи моей жизни такие были случаи когда просто были какие-то нужны ситуации или не успела как-то не подумал после бога а пришел божий ответ даже совсем было неожиданно не потому что я такой хороший или вы такие хорошие но просто что-то было понравилось потому что мы что-то посчитали важным наши жизни что-то будно сценим и это было то что было сердце бога и это то что открыло его сердце для того чтобы благословить нас чтобы явить свою благодать нашей жизни потому что когда мы знали волю когда мы ищем эту ее не до того что просто знать но для того чтобы исполнить то это нравится богу когда мы это делаем с смирением когда когда мы смиряюсь и перед ним после якова он выше он в этой же главе пишет что бог гордый противец это это закон который мы должны как бы также за себя себя помнить но он смиренным дает благодать и поэтому если мы хотим благословения божьей нашей жизни то нам нужно быть смиренным как я говорил в той проповеди нужно меньше быть каких-то иметь понтов таких знаете выдавать себя за больше чем то есть на самом деле говорить о себе больше или мечтать о себе больше чем то есть на самом деле может быть просто попроще нужно быть поискреннее по отношению бога и по отношению других людей и это есть то что то что богу нравится это то что то что бог принимает это то что бог обращает внимание потому что многие ошибки которые мы в жизни сделали не все их можно исправить как бы перемотать все обратно и и как будто бы то никогда не было но почти все ошибки или последствий наших ошибок бог может исправить как бы они не были серьезно и как бы казался невозможное но бог может дать выход любой ситуации независимо который мы сегодня находимся даже если это результат наших ошибок даже этот результат наших неправильно принятых решений до тех пор пока мы живы пока мы способны принимать решения даже сегодня в этот вечер мы можем принять правильное решение которые могут нас вернуть обратно зону божьего благоволения зону божьего особой благодати потому что бог любит всех но он говорит что его сердце его от очи особенно обращена те которые что который еще сердце вполне преданно в полностью отдана ему который полностью зависимость от него и бог по-особенному смотрки людей и для того чтобы благословить нас поэтому сегодня когда мы сейчас будем молиться мы сейчас будем идти к молитве мы можем принять те решения которые что-то поменяет нашей жизни и если сегодня может быть слушая меня или что-то бог говорил параллельно с тем что я говорю сегодня вам и вы обнаружили сферы своей жизни или может быть какие-то последствия каких-то поступков решений и сегодня вы понимаете да это было сделано плохо я там был неправ я сказал неправильно и отреагировали правильно я принял неправильное решение то сегодня вас есть такая чудесная возможность в этот вечер сделать это решение которое будет угодно богу это решение которое нас повернет нас обратно в правильное направление и вы знаете как то решение называется решение называется покаяние и покаяние это не только в том смысле что там когда человек то большой грешники еще что-то покаяние это изменение мнения это изменение отношения это изменение направления это будет покаяние и сегодня когда мы не молиться сейчас мы можем вот этот это покаяние использовать как как такой бы как ключ сердцу бога или к его благословению и к его благоволению потому что эти вещи очень 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 сильно связано и вы знаете если бог дает покаяние или понимая того что ты чем-то был неправ это это особая божья милость знаете сколько людей которые не понимают это если бы ему все время ты не прав он этого не может понять и поэтому он не может покаяться но если вы или я понимаю что я что сделал неправильно вы знаете это божий дар потому что так и слово божье он и апостол павел тимофея второе послание и так он лишь о том чтобы там скрутость наставлять противника не даст ли им бог покаяние это 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 приходит свыше но мы можем просто согласиться с этой мыслью который от бога или можем просто ее отвергнуть сказать это не сегодня это не сейчас это это не так важно и мы просто можем это не обратно никогда не получить это опять было боже благодать понимание что нам нужно что-то поменять но самое лучше когда когда вы принимая понимают что что-то бог хочет моей жизни поменять когда мы понимаем что бог хочет меня благословить но что то нужно мне для этого сделать мне нужно что-то признать себя что я был неправ поташение чего-то человека по отношению бог какой-то ситуации то самое лучшее самое большое благословение что можно сделать для себя лично это просто покаяться перед этим перед богом или пятим человеком и это нас может восстановить в божьем благоволении это это кажется такое простое действие просто ну а почему так трудно тогда это сделать легко рекаится каждому человеку а почему трудно вроде бы просто кажется вроде бы теоретически понимают это благословение ты если ты оснаешь свою вину ты начинаешь каяться но почему-то так трудно получается я думаю что есть разные причины наверное одна из причин это тщеславие гордость но наверное еще такая очень большая причина потому что есть нас враг который этого не хочет из дьявол который понимает что если я покаюсь то он потеряет влияние он потеряет контроль потому что что-то мы дали в жизни какой-то моего права что-то мы своими поступки вашего решения мы позволили ему иметь какие-то зацепки в нашей жизни которые он может как вот эти закиты веревочки и даже хотя бы ниточки он дергать нас и тем более не самое правильно для нас время но то что лишь лишает его всяких прав обвинения то что лишает его всякие притязаний это наше просто осознанно решение покаяться перед богом или перед тем кем и виноваты потому что это делать его полностью безоружным у него нету больше никаких аргументов не потому что потому что вот именно наши слова решая себе проблему нет потому что бог решает наши проблемы когда мы обращаемся к нему с покаянием когда мы исповедуем наши грехи то он будучи верен и праведен он простит нас и очистит нас во всякой неправды поэтому сегодня когда мы молиться я понимаю что здесь верующие люди может быть кто-то никогда со жизни каялся может быть есть такие люди то это тоже то что нужно сделать понимая что что все люди по природе грешно и нужно прийти к богу с покаянием для того чтобы он простил все ваши грехи и чтобы он спас вашу душу но даже верующим людям которые являются детьми божьими которые являются спасенными но но якобы же говорит что все мы ошибаемся и наши ошибки бывают разные они бывают как бы имеет свою цену или свое значение и не знаю но если бы возможно в идеале наверное каждый из нас мы вообще не хотели бы не ошибаться правда но я ли раз ничего не получается но то что даже если мы ошиблись опять эту мысль повторяю если мы ошиблись если мы знаем чем ошиблись то мы может сказать ну уже это было давно что же сейчас поделаешь это уже никак нельзя это изменять и может что-то сильно нельзя изменить но но наше отношение и отношение к богу к этой ситуации к нам лично мы можем изменить через наше покаяние и в этом есть наше благословение и в этом есть больше благодать и в этом через это мы получим его благоволение для того чтобы она проявлялась нашей жизни чтобы она она была частью нас чтобы она почивала нас и чтобы были благословены во всех своих путях потому что он этого хочет и это самое важно я знаю что многие люди стараются угождать это нормально когда жена угождает мужу правда же и когда муж угождает жене тоже нормально когда дети угождают своим родителям когда на работе тоже угождает сын ну без без лукавства без скорости а просто старается делать все правильно и это как бы все понятно и это то что мы делаем наши жизни стараемся и должны делать но и от этого тоже дает нашу жизнь правда же и какие-то вопросы решается только через это но все вопросы или причина всех причин когда мы угождаем нашему богу когда мы стараемся знать его волю когда мы желаем знать его волю когда мы желаем исполнять ее когда мы прилегаем к этому усилия я знаю что его сердце открыто чтобы благословить на сегодня сейчас давайте просто давайте можно стать на колени можете стать на ноги и если что-то бог говорил сегодня к нашему сердцу то что мы стоим в таком как бы в этой неделе это будет особо на особенной неделе у нас будет больше служение чем обычно мы желаем чтобы служение пришли благословены мы хотим что бог приготовил наше сердце хочу чтобы господь приготовил всю нашу церковь и чтобы божья особая благодать была в действии и бог желает благословить нас я абсолютно уверен но давайте мы сделаем то что от нас максимум возможно мы скажем господь мы понимаем что мы несовершенны и мы не желаем смириться с теми что неправильно нас то что мы топливом пока что что мы видим мы желаем в этом покаяться перед тобой давайте мы ставим для этого на колени будем молиться сейчас аллилуйя господь аллилуйя иисус аллилуйя иисус аллилуйя господь аллилуйя господь